Доброй-доброй-доброй ночи всем, дорогие друзья! Ну что, финальный матч на сегодня... Ну, как бы финальный, не финальный до финала, а еще тут Нави сражаться и сражаться, как и Веги-Сквадрон. Финальный на сегодня. Сегодняшний день трансляции, уже 12-й час нашего нахождения в эфире. Моего лично подходит к концу. Это студия ГРКМ ТВ, у микрофона друг. Раз-вот-раз-раз-раз-рад вас приветствовать на последней катке на сегодня. Ей, брат, невероятно. Ну что, Вега-Сквадрон, забрали себе лишь врага. Забрали себе Шадоу Демона, Шадоу Финт и Клокверк в пике команды Вега-Сквадрон. Со стороны Натус Винсер тут серьезный функциональный пик. Я так понимаю, Нави нацелены на огромнейший и мощнейший масс-файт. Герокоптер плюс Магнус плюс Дизраптор плюс Никс Ассасин. И сюда кого-то еще со сложной, например, я думаю, Дарксира. Почему бы нет? Собрать всех в кучу, собрать всех в Статик Шторм. Туда Магнус, Винтер Виверн. Винтер Виверн от Натус Винсер. Хорошо, пускай будет так. Вега-Сквадрон забирают себе. Оффлейн уже есть. Это Клок для Мага. Сф для Ноуана. Лешрак, скорее всего, для... Может, даже для Паши, кстати, Лешрак. Этот Керри Лешрак уже у нас в тренды входит. Вещь все более и более популярная с каждым днем. Ну, и теперь непонятно. Взяли Лешрака как саппорта или взяли Лешрака, который будет фармить. Короче, ничего не ясно. Так что тут гадать не будем, кто это будет. Либо еще один саппорт для команды Вега-Сквадрон. Либо это будет Керри-Герой. НАТО Свинцер забанили Чена, причем последний слот отдали Чену. Забанили его. Ну, а Вега-Сквадрон, в свою очередь, забанили у нас Сэнчу. Молодцы. Обменялись любезностями. Играем без леса. Ну, правильно, что там в лесу тусоваться. Такая каточка-то. Ну что, кстати, да, я, кто не в курсе. Это у нас квалификации европейские на Интернешнл пятый. Вот, это матч между командой Вега-Сквадроном НАТО Свинцер. Ответный матч. Катка в формате Best of 2 протекает. Так вот, это вторая игра. Первую игру НАТО Свинцер выиграли где-то минут за... Ну, до 30, там, 26 минут, если я не ошибаюсь. Наверное, скатали Вега. Ну, и во второй игре Вега попытаются заработать вторую для себя в этом игровом дне ничью. Первую катку против ХР в формате Best of 2 они закончили со счетом 1-1. То есть, получили очки за ничейный результат. Ну, и сейчас тоже попытаются Нави подприоторвать что-нибудь. Нави, в свою очередь, проиграли. Лондон Конспиресси 2-0. Потом сыграли 1-1 с ХР. И сейчас 1-0 выигрывают у команды Вега-Сквадрон. Ну, по идее, Нави не должны отдавать таким коллективам, как Вега-Сквадрон, баллы. Не, ничего против Вега-Сквадрон не имею. Просто Нави как-то градация немножко повыше. Сами по себе посерьезней, поопытней, посыгранней. То есть, существует уже 8000 лет как коллектив. Естественно, тут проблем у них быть не должно с Вега-Сквадроном. А если будут, то у меня очень плохие новости для Нави. Очень. Вега-Сквадрон. Укомплектовались уже полностью. Но ван. Так, 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 так. Кто у нас тут? Кто у нас гнилой тут? Тут Санейка отвалился. Санейка траблы. Артстайл пишет секунду. Я ему лично верю. Ждем возвращения Санейка. Ну что, давайте быстренько по пику. Хвост забирает себе, конечно же, Герокоптера. Артстайл будет играть у нас на Дезрапторе. Дэнди будет играть на Магнусе. Фаник на Никс Ассасине. В сложной. И Санейка забирает себе... А кто там был последним пиком? Виверн, да. Винтерн Виверн. Со стороны команды Вега Сквадрон. Сразу по героям. Лешрак у нас. Для Паши это... Добро пожаловать в современную доту. Это Керри Лешрак. Магнус. Склокверка берет на сложную. Соло будет саппортить на Шадоу Демони. И Сема Зе Слеер тоже будет саппортить, но на Дазли. Ну и Ноуан забирает себе СФ. Это номинальный мидлейнер команды Вега Сквадрон. В принципе, брать-то ему по данному пику и некого было. Ну что, давайте по сегодняшнему дню. Пока небольшой у нас перерывчик. Ну да, выиграли ХРов, я так и сказал. Понятно. Расскажем, что у нас сегодня за день вообще был такой. У нас сегодня играли... Много коллективов играло. Вега Сквадрон сыграли в ничью с ХРами. После этого ХРы проиграли 2-0 Нави. Сейчас Вега Сквадрон играют против Нави уже с поражением 0-1. Ну и надо додавливать им, чтобы хотя бы пару поинтов за сегодняшний день получить. Команда Олайн сегодня проиграла первую игру Форэнкер Сенси Кэптен. Вторую просто в щи разорвала своих оппонентов. И после этого играли они против... Против кого же Альянса? Против Бурденов. Играли, выиграли... По-моему, 2-0 выиграли. Короче, я так взялся вспоминать, что сегодня днем было. А как-то... Откусил такой кусок, который мне не прожевать. Я не помню, что сегодня было. Помню, что Нави первую игру 2-0 проиграли. Все, самое яркое впечатление от сегодняшнего дня. Нави втерпели грекам. Ну и теперь вот отыгрываются на таких коллективах, как Ашер и Вега Сквадрон. Ну правильно, бей своих, чтоб чужие боялись. Да нет. 2-0 Нави выиграли у ХР. Что за троллинг начался? 2-0 Нави выиграли у ХР. Это уже совсем... Сравняли с землей мою память. 2-0. Первую проиграли, вторую выиграли. И сейчас выигрывают 1-0 у... Веги. А Вега сыграла с ХРами 1-1. А с Нави сейчас пока что 0-1 проигрывает. Все, давайте к матчу. Потому что я так запутаюсь, что... Говорить на каком-нибудь языке я буду еще... Не имеющим отношения к нашему стриму. Ну что, Дэнди. Готовится, я так понимаю, к фастботлу. Против него Нуван стоит. Ну, Нувану ботл попозже уже будет. Нуван приобретает себе... В Рейсбэнд все это, разумеется, для фарма более-менее удобного. На сложную линию в составе команды Нави отправляется Фаник на Никс Ассасине. Купил себе Пурманшилд, Танго и Апсерв Варды дали. Так, у нас Сёма за... Ээээ... Артстайл, точнее, проседает по ХП. Как ты здесь оказался? Как ты сюда залез, Артстайл? А как... Как посмотреть вообще? Как он здесь оказался? Что случилось? Почему он здесь? Это просто два вопроса. Как и зачем? Ладно, хорошо. Хорошо. Допустим... Допустим, да, мы это видели. Ладно, я извиняюсь, что мы не поняли. Как, ну, тем интереснее. Интрига какая-то сохраняется. Потом надо будет реплей смотреть и узнать, что там делал Артстайл. Почему? Может, поспорили с Хвостом? Спорим, типа, на ФБ не отдашься, пойдешь под Тауэр на первой минуте. А спорим, я все могу, я капитан, пойду отдамся. Короче, Артстайл молодец. Артстайл отдает ФБ команде Вега Сквадрон. И начинается с Форой для команды Вега Сквадрон. И Санейка вообще бесстрашный на Ноуана. Теперь Санейка начинает немножко проседать по ХП, но давит дальше по Ноуану. Санейка должна размениваться по ХП, для него это плюс. Ноуана надо заставлять юзать Хеллинг Селф. Для этого, собственно, Санейка сюда и пришел. Ну и комфорт подарить Дэнди в виде батла, который Дэнди уже себе насобирал, пока там Ноуана грибал от саппорта. Ха-ха. Позорище. Ну, от Винтер Диверн, поверьте, несложно нагребать. Ну что, мага поймали. Артстайл пытается поймать мага. Пытается вернуть его назад. Маг просто отходит. Через елки, спокойненько. Как будто ничего не случилось. Вообще, с покерфейсом возвращается по Т1. А где Артстайл в это время? Артстайл в это время по Тавер не полез. Странно. Очень даже странно. Хвост гоняет здесь мага. В общем-то, так и должно быть. У хвоста стандартная раскачка. Здесь Рокет Бараш и Флэг Кэнон от Гирокоптера. Так бывает всегда и везде. И Хоминг Миссил появляется только после 11-го левела на Гирокоптерах современных. Дэнди на Медлейне. Уже есть Боттл. У Ноуана до батла еще собирать и собирать денег. По фарму, кстати, 10 на 5 у Дэнди. И 3 на 2 у Ноуана. У Магнуса второй левел. У Ноуана третий левел уже. Ну, тут Санейка немножко экспы подстилил у Дэнди. Дэнди по Тавер не ныряет. А вот Санейка, кстати, поможет Дэнди. Я думаю, Ноуана забрать. Ну, еще немного бы, конечно, Дэнди. Но тут слишком большой КД на Шоквейвах. Поэтому Ноуана забрать не получится. Соло уже подошел на Медлейн. И может помочь Ноуану отомстить Дэнди. Шоквейв от Дэнди по Ноуану. Ну, и вообще как-то даже не щекотно Ноуану стало. Ничего интересного. На сложной линии команда Натус Винсер. Фаник. Крипам не подходит. Не знает даже, чем пахнут эти крипы. Вот теперь понюхал. Но тут забрать никого не получится. И Фаник включил Карапаси. Самый умный здесь Фаник. Нормально отошел. Оно того действительно стоило. Ну, и отменил Паша сплитез. Так бы получил по голове очень не кисло. Сёма Зеслея в это время занимается помощью Паши. Ну, Паша тут должен фармить. А Сёма должен напрягать постоянно Фаника. Чем, собственно, Сёма и занимается. И можно, стоит сказать, не безуспешно. У Фаника 0-0. Крипстат на данный момент. Правда, и фрагов на нем не делали. Но Фаник фактически без денег вообще остается. У Паши в это время 22 на 5. Топ Крипстат на карте. У Хвоста 16 на 8. Ну, конечно, Лешрак фармить может без проблем. И харасить своего оппонента на карте. У Гирокоптера ситуация немного посложнее. Тут Гирокоптер и агрести еще может. На мидлейн перемещается у нас опять Санейка. Все-таки решил добить он. Закончить начатое. Добить, наконец-то, Нувана. Как первый фраг Санейка сделает на Нуване, сразу отойдет. Можем так минуты до 50-й наблюдать, как у нас Санейка рыгает и пытается убить. Пытается убить Шадоу Финда. Дэнди уже со Скьюера. Ну, не побежал на хайграунд. Но Ван из зоны видимости Дэнди исчез. Ну и Дэнди в Боттл забирает себе баунти-руну. Еще за одной руной пошел Дэнди. Мало ему просто, а. Дэнди просто подсел на эти руны. Говорит, ничего, никакой зависимости. Просто я еще одну возьму и все. И все, и закончим. У Дэнди, кстати, есть хаста. И есть вариант, на самом деле, подтащить Нувана. Сейчас, значит, должен начинать его наказывать Санейка. Скьюер у Дэнди есть. Ой, Дэнди как сильно просел по ХП. Еще один бы... Еще один бы Койл от СФа не попадает по Нувану. И тут руна хасты фактически... Задницу Дэнди спасает в данном файте. Без фрагов закончился файт. Ноуан был очень близок к тому, чтобы дальним Койлом Дэнди разнести. Ну и все, Дэнди хасту взял просто, чтобы быстрее отправиться под фонтан. Так, в принципе, ничего необычного. На нижнем лане хвост в это время 27 на 10 и 37 на 7 у Лешака. Александр, учитесь. Ну и 1-0 как был счет, так и счет 1-0 и остался. Да, у нас были файты. Файты причем такие, что прям на соплях приходилось уходить и одному, и другому герою с одной и с другой стороны. Да и Мак там на лоу КП уходил. И Дэнди здесь еле-еле убежал под хастой. Но фрагами это все не закончилось. И Вега, кстати, фармит получше. Тысяча голды плюс для Вега. И по экспириенции та же история. Так вот, в прошлой игре, конечно, Нави примерно такой же результат показывали. Они проигрывали, ну, то есть фармили намного лучше. При этом проигрывали по фрагам и умудрялись быть впереди по золоту. Ну, а еще бы они выигрывают, потому что Фанник здесь просто ничего не зарабатывает. Фанник ждет, пока ему почтальон денег просто принесет. Фанник у нас тут на минимальном заработке. Все, что капает от Дот и Гирокоптер в это время забирает Мага. Маг, я смотрю, насмотрелся на Артстайла. Хочу тоже в Нави. Пойду отдаваться за Т1. Зачем здесь оказался Маг? Непонятно. Давайте мы сделаем вот так. Узнаем, зачем здесь нужен был Маг. Вот у нас Маг. Маг пришел подраться против Артстайла. Артстайл Санейка приморозил. Артстайл выживает. Все, классно. Возвращаемся к игре. Да, у Мага хотя бы какая-то логика прослежилась в действиях. Что касается Артстайла, я пока не увижу своими глазами. Не пойму, что он там вообще чудил. Под вражеским Т1 на первом левеле. Вега чуть менее 1000 по золоту и по экспириенсу 500 в пользу Веге. У Дэнди пятый левел, у СФ уже шестой с копейками. Тут Санейка все-таки медвежью услугу своему тиммейту оказывает. Во-первых, ноуана ни разу не слили. Во-вторых, и по экспе Магнус проседает. С другой стороны и Виверна фармит. Где бы еще Санейка у нас так подфармил. И заметьте, Санейка у нас и внизу поучаствовал. Спас своего тиммейта и на мидлейне. Тоже нормально, в принципе, время от времени ноуана Хараси. Ну что у Дэнди. Шестой левел вот-вот уже появится. До Даггера еще, конечно, сфармить и фармить. Да пока на Дэнди еще, кстати, команда Вега Складрон не выходила. Так, у нас на лохэп Маг. Маг уходит из-под собственного Тавора. И Хвост продамажил очень даже серьезно. Флэп Кеннон, Рокет Бараж, это вам точно говорю. Иначе Хвост так сильно не пробил бы у нас Мага. И Маг вынужден отправляться на собственный Фонтан. По Нетворсу. Как там обстоят дела? Первое место, конечно же, для Лешака. Лешаку никто особенно не мешает. Фаник куда-то вообще у нас запропастился. Фаник у нас не знает, что делать. У Фаника ноль крипов. Восьмая минута заканчивается. У Фаника ноль крипов. Дэнди, уйди из мида. Дай Фанику хотя бы одного крипа добить. Я не знаю, импейлом. Хоть чем-нибудь. Ну это же не серьезно. Это Фаник. Это герой вообще любой игры. Фаник, кстати, в первой катке против Ашеров. Там по крипам на первом месте был на бруде. И чудеса дикие творилось. Здесь Фаник на сухпайке. И мне кажется, по морали это немного, да все-таки бьет. Интересно, Фаник мог бы просто как челлендж вообще принять. Закончить игру без единого крипа. Никого не убив. Просто закончить игру без крипов. Дайр Курьер у нас умирает. Сейчас узнаем где. Так, пошел у нас файт. Ну здесь загулял немножко СД. Пришел посмотреть, что в своем лесу. А твой лес уже больше не твой СД. Тут Санейка, тут Дэнди и тут Фаник. Ну что, первый крип. А Фанику хочется таки, а? Крипа. Подубить. А ну-ка, импейл от Фаника. А ну-ка, первый крип для Фаника. Красавчик. Все. Размочил счет. Можно начинать. Красавчик. Так, Вега проигрывает уже чуть-чуть по золоту. Сейчас графики обновятся. Вентнер Виверн, где у нас там? Это все во вражеском лесу. Ну и по экспириенсу Вега тоже постепенно свое преимущество теряет. Нави ровно идут. 11.340 на 11.340. По золоту и по экспе немного Нави отстают от своих оппонентов. Что, Виверн может себе позволить фармить леса, но мне кажется, немножко это какая-то дикость фармить вражеские леса. Тем более, это саппорт. И ползет, и просто ползет побыстрее к крипам. Ой, я не видел, кстати, такой анимации Виверны. Она ползти начинает на крыльях, как раненый дракон, когда лоу хп становится. Кто за бочок держится, кто там на собаке еле едет. Боком, как это делает Дизраптор, там сваливая с собаки. Такую собаку видели когда-то? Ничего общего, по-моему. А вот, а Виверна у нас начинает ползать. Интересно, интересно. Анимация реально какой-то драконьего ползания. Ну, молодцы, Валва, постарались в этом вопросе. Окей, никаких претензий, окей. У Гирокоптера восьмой левел уже. У хвоста есть Рингофаквила, есть фейсбуцы. И за магом выехал Гирокоптер. У нас маг разваливается. Гирокоптер зарабатывает 260 по голде. Кстати, за Виверн здесь уже отправляется команда Вегас-квадрон. Санейка на лоу хп. Санейка себя приморозил. Ну и где ты, Гирокоптер? Где ты, когда ты так нужен? Вот он я, говорит, хвост. Вот он я. Я пошел лес, собственно, формить. Я забыл, говорит. Блин, Санейка, друг, я забыл. У меня же здесь стаки. Мне надо срочно идти формить стаки. Говорит, я умираю. Он говорит, блин. Я понимаю, но я просто уже как бы ТП провязал. Уже нет смысла отменять все. У меня тут стаки. По расписанию просто. Десятая минута, 38-я секунда. Я должен формить стаки. Извини. Мне очень жаль, что ты этого не знал. Ну, теперь ты будешь знать, с кем ты играешь в одной команде. Да, хвост тут, конечно, подсиропил своему тиммейту, но с другой стороны подставится. Если без шуток, мог хвост там и там бы, наверное, и остались вдвоем они с Санейка. Нави в любом случае выигрывает по золоту 250, по экспириенсу, графики. Все, ползут, ползут в сторону Нави, но никак не доползут. Гирокоптера, 9-й левел. Есть уже доминатор для хвоста. Кого он с собой взял и где? Почему-то я не вижу крипа хвостового. Доминатор провязал, но непонятно в кого. Видимо, уже крипа слили давно. Санейка возвращается на нижний лайн. Шестой левел скоро будет у Виверн. Хвост. А хвост, в принципе, лесами занялся. Флэгкэнон есть, рокет бараш есть для хвоста. Поэтому большие стаки выфармливать не проблема для хвоста. И рокет бараш, и флэгкэнон промакшен. Поэтому хвост, если что, и если надо, будет и кулдаун. На максимальные спауны проюзает, это не проблема. Но пока у нас небольшая пауза, давайте по вещам пробежимся. Лешрак. 2 200 уже на руках есть у Лешрака. Ого! Есть 2 200, есть у него аркан бутсы. Ну что здесь надо? Сол ринг будет, потом будет бладстоун. Понятное дело. Ну и по классике. У Клокверка ничего особенного. Бутс оф спид, боттл и стаут шилд. У СФ, в свою очередь, уже есть баклер. В Курьере ничего для него. Здесь все для Лешрака. У Лешрака уже, кстати, соло ринг готов. У СФ у нас баклер. И, в принципе, ничего интересного. СФ на 4 месте по нетворцу. Шадоу демон с двумя генталлов стрэндж. И есть бутс оф спид для соло. Все пытается в урну шадоус выйти. 12 минут никак не может выйти. Сема за слейер у нас аркан бутсами на даст. Со стороны команды Na'Vi. Никс Ассасин. 1050 есть по голде. Пурман Шилл, бутс оф спид. Накапал Афанику. Теперь можно аркан бутсы купить. Винтер Виверн. Так себе выглядит. Магнус у нас с даггером. 470 у ДНД есть сверху. Надо грейдить тапки. Дальше рефрешер. Дальше бей не хочу. У Герокоптера. Мы видели, что готовится выйти в БКБ у нас хвост. И есть в этом логика. Потому что Лешрак в мидгейме просто не прощает Герокоптеров без БКБ. Ну и Дезераптора от ArtStyla с аркан бутсами. Всего понемножку. И по сути ни хрена интересного вообще. Вот он, крип хвоста. Наконец-то я чат прочитал. Спасибо большое. Самые глазастые, самые шарящие зрители на нашем канале. Да, вот они, вот они, вот они. Не получилось хвосту. Ну и всё. В принципе, стаки есть. Всё, есть. Так, Фанник у нас проседает по ХП. Развалили Фаника на топ-лейне. Герокоптеров он по счёту повели. Я отставил. Поставил, кстати, к Шторм. Кстати, тут Лешрак плотненько так огрёб. Ну, в принципе, жить должен. Жить будет, но заикание останется. Тут, конечно, Лешраку хорошенько навалял ArtStyla вместе с Никсом. Ну, Виндетту, Никс Ассасин, а он же Фанник провязал, как видим, зря. 4-3 становится счёт. Вега Сквадрон 430 по голде. 470 по экспириенсу зарабатывают в данном файте. Нави теряют преимущество. Они 1000 выигрывали по голде. До 500 скатываются по экспириенсу. Более 1000 выигрывали. Теперь где-то к 600. Ну, по чуть-чуть, конечно, да. Вега Сквадрон немного отъели от Нави. Я не видел ещё в действии Дэнди. У Дэнди есть Риверс Полярити, у него есть Блинк Даггер, но как-то больше трёх команда Нави не собиралась. А тут комба, как вы понимаете, ну, огромнейшая. Магнус юзает у нас Риверс Полярити. Всё это закрывается вокруг. Кинетик Филдом, и туда бросается Статик Шторм от Артстайла. Если он, конечно, не заснёт к тому моменту. Ну, и Герокоптер, конечно же. Флаг Кеннон, Рокет Бараш и коллдаун на затравку абсолютно всей команде Вега Сквадрон. Он, по идее, живых не должно быть в принципе, если вдруг под эту комбу команда Вега Сквадрон попадёт. Это точно. Ну, это надо быть полностью вообще дикими ребятами, чтобы под Дэнди у нас подстрять. Тем более Дэнди с такими РПшками. Сёма the Slayer. Самое интересное, что Сёма the Slayer так, между прочим, ещё Poison Touch сделал, просто в спину плюнул Дэнди. Говорит, это что, это РП вообще? Это как называется? Пошёл вон отсюда. Ну, и нормально, Дэнди у нас немножко обиженный после этой ситуации. Это факт. Ну, и Вега Сквадрон обиженный. Ну, такие РПшки против них ещё не юзали. Это дикость какая-то. У Хвоста всё не удаётся. Здесь ещё один спот сделать. Пора уже, кстати, и перемещаться на иншентов, начинать фармить. Хвост в это время на мидлейне дофармливать. У Хвоста ничего нет. Митрилхаммер не появился. БКБ пока что не скоро ещё будет для Хвоста. С другой стороны, на иншентах тут порядка тысячи есть. Ну что, ещё одна попытка. Пятый раз, может быть, у нас получится. Ну, может быть. У Хвоста, в принципе, сейчас уже почти есть на рецепт БКБ. Надо 1600 до появления... 1600 с копейками до появления самого Блэкингбара. Митрилхаммер надо докупить. Ну, и так-то, в принципе, всё. Навис потеряли всё преимущество по голде. По экспириенсу та же история. В принципе, команды в ноль у нас. Дэнди перемещается на топ лейн. Вообще, как-то пуш как будто отменяется. Что с одной стороны, что с другой. Ну, здесь вот Дэнди пришёл. Говорит, ну как так, а? Стоите, не бьёте товара. Давайте я помогу. Покажу как. У меня молоток имморталский. Дэнди подпушивает тавер. У нас Дэнди импауэр первого левела. Шоквейв здесь в два. Скьюер в... Ой, Шоквейв четыре. Скьюер в два. Ну, и Навис спушивает первый тавер для себя. Или не спушивают. Никогда не узнаете. Это сейчас... Я буду убирать камеру. Нет! Кстати, Вега-Сквадрон-то как дерзко поступили. Глимс у нас. О, Сёма Зе Слеера. Кого и куда, я только не понял. А, вот Сёма Зе Слеера. Дарт Стайл, а был Глимс. От Глимс по... Короче, по кому-то из героев Вега-Сквадрон я просто запутался. На 12 часов в эфире. Совесть имеете. Ну что, пошла у нас... Теперь пошло гонение от команды Нави на Вега-Сквадрон. Фаник немножко здесь обломался. Не дошёл до основных баталий. Хвост тоже по ХП разваливается. Здесь, во-первых, от Паши рассказ крутой. Во-вторых, ноу-ван. Раскастовался просто на ура. Два в один подрались. 890 по голоде Вега-Сквадрон. В этом фате 1800 по экспириенсу. Вот, наказали Нави за то, что Нави не смогли наказать Вега-Сквадрон. Просто порочный круг. Если ты в доте не убиваешь, то на развороте убивают тебя. Вега-Сквадрон тут действительно с нормальным скиллом так отыграли. И посмотрите на Пашу. У Паши немножко совсем остаётся до Бладстоуна. У него уже есть Арканбуцы. Он их разбирает. И вот, пожалуйста, Бладстоун у Паши есть. Да, рецепт уже был в курьере. Ещё немного совсем остаётся до появления Пауэр Трэдс на Лешраке. У него есть серьёзный артефакт. Первый. На 17-й минуте. Со стороны команды Нави. Серьёзных артефактов пока не видно. Дэнди поймали. Дэнди очень быстро будут разваливать. Дэнди у нас должен, скорее всего, умирать. И Паша вроде как бы подгорает здесь Дэнди. Но умер он не от этого. Умер он от ульты Шадоу Демона. Соло забирает ещё один фраг на команды Вега Сквадрона. И 550 по голге Вега поднимают в этом файте. Дэнди умирает первый раз. Хотя там после того РП на хайграунде от стыда мог Дэнди. В принципе, у нас умереть. Но не сложилось. Гирокоптер уже выходит постепенно на рецепт БКБшки. Но здесь много денег спрятано в этих крипах. Надо просто их доубивать. И там совсем немного хвосту останется до появления БКБ. В это время команда Вега Сквадрон по мидлейну развалила Т1. Хвоста здесь видит Мак. Но врываться нет вариантов. Далековато. Клок. Хукшот ещё не достаёт до данных позиций. Хвост по чуть-чуть. Тысяча голды. Даже больше должно быть 1200. После этого крипа 1156. 200 голды осталось хвосту до появления БКБ. Тогда уже в полной мере Нави смогут файтиться. Тысячу по голде они проигрывают. И по экспириенсу Нави проигрывают полторы своим оппонентам. Вега Сквадрон взяли за ум. Собрались вместе. И теперь рассказываю, что совершенно не случайно они попали на квалификации европейские на Интернешнл 5. ПТ на Лешаке. Да, ПТ на Лешаке. Добро пожаловать в современную доту. ПТ на Лешаке. Бладстоун и ПТ. Если, конечно, не будут деньги рекой литься. Если будут рекой литься, то тогда, конечно, будет софт тревел. Но ладно. Выходит у нас скинетик киллда. Выходит и статик шторма. Дэнди пошел ревизполярити в СФ. И СФ у нас в дизрапшене. Выходит с дизрапшена СФ. Дал ульту. Ну, хвост уже с БКБшки. Развалил быстренько у нас СФ. Правда, это быстренько. Трех фрагов. Три фрага Нави стоило. Винтерн Вивер накупается. Санейка уже летит на нижний лайн. Хвост ставит Хоминг Мюсил по кому? По Паше. Ну и 2 в 3 подрались. Плюс еще и бейбек от Нави. Они тут по голде, конечно, просели хорошенько. 622. Вега Сквадрон зарабатывает по золоту и по экспириенсу 2200. Забрали СФ, а что безусловный плюс для команды Нави. Но потеряли Виверн, потеряли дизраптора и потеряли у нас Фанника. Фанник, конечно, тут корм просто для команды Вега Сквадрон. 1-3-3 у него счет. Ни артефактов, ни планов на будущее, ни интересных историй в прошлом. В этой игре Никс просто у нас как-то за бортом оказался. Серьезной доты. Полторы тысячи Вега Сквадрон по голде и по экспириенсу Вега больше полутора тысяч выигрывает. Ульта пошла у нас Фанника. Солод подстопили. Кулдаун от хвоста. А вот теперь можно и разваливать. Маг у нас под грейвом от Дазла. Дизрапшн прячет у нас мага и маг может еще и выжить. Ракета полетела по нему. Ракету должны разбить. Маг выживает. Никто не умер. Файт, конечно, кирпичный. Вышел у нас. С другой стороны все живы. Ну и здесь Паша через пульс Нову. Неплохо мог бы надамажить. К нему, правда, близко никто не подходит. А Паша прям-таки просит. Говорит, а подойдите ко мне. Сейчас я вам расскажу. Нас Хьюри привозит у нас Дэнди. Паш, дойди ты к нам. Чего там трешься вообще как не свой? Забрали у нас Пашу. Развалили очень быстро. Через 2 секунды появится и прилетит вниз. Ладстоун свое дело делает. Ордстайл на ло хп. Маг тоже на ло хп. Санейка разваливает у нас в это время мага. Маг теряет киллинг с пристрика. Фанник делает даблкил в этом файте. У Фаника нет карапаси. Ну здесь в 150, в 153 идет файт. Но лан, просто от злости у нас проультил. По Дэнди попадает. Режет ему дэмэдж. Но Дэнди бить никого не собирался. В четвером игроки команды Na'Vi сложились. Хвост, а куда хвост? Хвост уходит. Говорит, у меня тут еще крипы. Нет, хвост тут уходит, потому что хвост уже у нас разбитый параличем был в этой катке. Поэтому в этой драке. Хвосту там биться уже не серьезно было. Ни хп, ни мп, ни каких-то серьезных скиллов. Все, что можно было проюзать, хвост проюзал. Ну и БКБ тоже был проюзан. Короче, герокоптер тут не нужен был. Только как пятый фраг для Тим Вайпа Вега Сквадрон. Ну что, Вегет должны оторваться немножко по голде и по экспириенсу. Ждем полминуты и посмотрим графики. В этом файте, во-первых, куча киллов. Во-вторых, еще и Тауэр забрали. Плюс недавно забранный Тауэр на мидлейне. И Na'Vi тут. Na'Vi надо как-то подсобраться. РП ни в одного должен быть от Магнуса. Это точно, это факт. Так, 3000 Вега Сквадрон. По экспириенсу Вега выигрывает две с половиной. Давайте по артефактам пробежимся, пока затишье у нас в файтах. Лишрак выходит в БКБ. Кстати, совсем немножко паши остается до появления Блэйкингбара. Есть уже Митрилхаммер, ну и здесь накапает ему на появление БКБ. У Клокверка есть уже Бродсворд, есть Ченмейл. Ну и немного денег остается Магу до появления Блэйдмейла. Ноуан с Меккой Ноуан с 10-секундным БКБ. Только из магазина ПТ-шка есть также у Ноуана. У Чудо Ив 850 по голде для СФ. Ну и Шадоу Демон, в свою очередь, заработал на Медальонов Кураж. Есть Транквил Буцы, кстати, дохрена как это у Соло. 3, 2, 7 идет Соло. Ну, в принципе, да, 7 ассистов, 3 убийства. Почему бы и не быть при Капусте у нас Соло. И Даззл последний герой в составе команды Вега Сквадрон. Сёма Зе Слеер. Ничего интересного, потому что Даззл у нас просто последний по Нетворсу. Там деньги неоткуда брать. У Санейка есть Транквил Буцы, есть Соло Ринг. У Санейка есть Мэджик Стик. Фанейк, в свою очередь, заработал себе радикулит в этой игре. У Санейка 3-4-3. У Санейка Аркан Буцы, у Санейка Рингов Факвила и Пурмен Шилд тоже для Глеба имеется. Вентер Виверн мы только что видели. Магнус у нас до сих пор не грейдит тапок Дэнди. Не в приоритете, если что. Ну и Даггер и Форстаф тоже есть. У Хвоста есть БКБ, Хвост Яшу уже себе купил, но Сенжин Яша должен появиться на Хвосте. И Дизраптор от Артстайла есть Аркан Буцы, есть Огр Клаб. Я думаю, что Артстайл скорее всего выходит в Аганим. Вещь более чем полезная для Дизраптора. 4 тысячи голды выигрывает Вега, 3 с половиной выигрывают по Экспириенсу. Ну и должны давить на Вей. Должны. Наказывать за расслабленность после первой игры. Первая действительно легко далась Нави. К этой минуте они уже там к хэкграунду подходили, спушили одну линию. А здесь теперь не пойми что делать. Типа не палятся, что видят Фанника. А теперь палятся. И теперь поздновато уже для Фаника что-то думать. Фанника пытался Винтер Виверн здесь приморозить, но здесь плевали все на физдэмэдж. А но ван с сатиром месяца. Фаника развалили. Кстати, показалось, что на секунду Вегас Квадрон не реагирует на Фаника. Что хотят показать, что здесь нет вардов. Мы дурёхим. Мы не ставим варды, когда заходим на Рошана. Приходите все вместе, собирайтесь в кружок. Но потом всё-таки сагрились на Фаника. Заработали один фраг. Подумали, что лучше синиться в руках там. Ну, вы поняли. А куда забрался у нас Соло? Соло самый серьёзный. У нас Соло решил подраться на хэкграунде. То ли в спину хотел зайти, то ли просто зайти, посмотреть, что там да как. Дэнди! Давай ещё одну РПшку. Великолепный РП у нас вновь ванно от Дэнди. И Дэнди сразу же хукшот от мага. Ну, тут Дэнди не то, что не доигрывает, он слегка переигрывает Дэнди. Он переиграл в этой игре уже. 10-18. В троих забирает команда Вега. Сф не теряет Аэгис. Маг забирает у нас Сфа вместе. Ой, Сфа забирает Магнуса вместе с Сфом. Ну, и счёт становится 10-18. 11-1400. Наведь проигрывают в этом файте. И 2-700 по экспириенсу зарабатывает Вега Сквадро. Вот, пожалуйста, победители ЕС Портала. 6000 Вега по золоту, по экспириенсу тоже 6000. Так, кто скажет, если Na'Vi выиграют, что их дальше ждёт? Их ждёт по килограмму мороженого. И нормальный здоровый сон в ближайшее время. У Na'Vi дальше будут матчи. Там групповой этап в группах по, если не ошибаюсь, по 5 команд. Сейчас скажу точно. Да, по 5 команд. То есть Na'Vi ещё надо сыграть после этого с командой Yellow Submarine и с командой... А и всё, да, с командой Yellow Submarine. Один матч их ожидает. Ну и дальше там все остальные должны друг к другу вместиться. Na'Vi тут просто рекордсмены в группе B по количеству... По количеству игр в первом игровом дне. На'Vi за первый день сыграли 3 катки Best of 2. Это шестая игра для Na'Vi. Три победы они уже одержали. Ну и ждём, что ждёт их в шестой игре. Получится ли четвёртую победу забрать и хоть как-то там укрепиться в группе. А так пока Na'Vi не очень выглядят. Хочу вам сказать. Просто так отдать London Conspiracy 2 победы, выпустить их на первое место, ну... Извините. Это перебор, конечно. Что, Нуван в соло настреливает по Тавру. Скьюер от Дэнди. Такой же крутой, как и все РПшки от Дэнди в этом матче. Ну да, Дэнди просто не прёт. Конечно, понятно, что Дэнди... Шарик может просто как-то... Бывает такое, что у тебя раз и не пошло, и ты что не мув, то в рахитку превращаешься. И Дэнди примерно так сейчас выглядит. То Скьюером промажет, то РПшку даст в никого или в одного. И всё это, конечно, смотрится не очень красиво, не очень аккуратно. Команда Vega Squadron готова заходить на Т2. Маг уже ждёт цель. Маг готов рываться, причём в любого героя, мне так кажется. Паша, если что, агрит на себя, просто вытаскивает кого-то из нави, чтобы открыть вот плацдарм для Клокверка. Клокверку просто надо увидеть, в кого ворваться, и Клок ворвётся. А дальше Лешрак. Клок, кстати, ворвётся с непростов. Клок ворвётся у нас с Блэйдмейлом. А дальше пока все будут не знать, кого бить. Не бить же мага всё-таки с Блэйдмейлом. Будут стоять, например, в когах, загорать. И в это время Лешрак подойдёт. И у него пульс новый, и у него диаболик первого левела. Что? О, 17 уровень, Лешрак, соберись, Паша. Да, Паша тут немножко сольстил себя со своим ником. Ну вот теперь с QR от Дэнди удачный. В ноуана. Вот, пожалуйста, ребят, я чувака привёз. Он знает, как реквием оф солка ставать. И вся команда Na'Vi просто валит. Ну, продолжение суперудачных муллов от Дэнди. Это же даже, ну, как бы не грустно. Это больше смешно. Дэнди просто нашёл, кого привезти. Это как Тайтхантер, например, Хуком вытащить. Или Тайт... Вытащить Хуком Магнуса. Как раз в пятерых. Или Энигму. Просто жесть вообще какая-то. 10-19 становится счёт. Na'Vi теряют Тауэр по топ-лейну. И Na'Vi проигрывает уже 8000 золота и 8000 экспириенс со своим оппонентом. Ай, грустно как, а? Что это вообще? Что это за зарисовка? Так уходили кумиры. Na'Vi нельзя проигрывать эту игру. Они уже нормально напроигрывали против греческого коллектива, против London Conspiracy. И из 6 матчей 3 проиграть, согласитесь, это не результат на первое место, это понятное дело. Дальше просто надо червить и думать, кто бы там ещё кому насливал, хоть бы все играли в ничью, чтобы мы куда-то там прошли. Но так чемпионы не думают. Na'Vi на секундочку. Как бы были чемпионами. И я думаю, что психология чемпионская у них сохранилась. По крайней мере, по тем понтам, которые в интернете мы видим так точно. Так, Shadow Demon у нас приседает по хп. Хвост решил подраться с Соло. Соло, скорее всего, здесь умирает, да. И гирокоптер своё дело сделал, просто валить. Убегает отсюда гирокоптер. Файт закончился. Паша провязал БКБ, начал гореть тут по всем. Диаболики всё равно по-прежнему первого левела. Вот, ну и Паша нечем цеплять. По сути было хвоста, хвост улетает. 11-19 счёт, ну и за Соло хвосту дали 572 золота и тысячу экспириенса. Na'Vi тут просто за гранью бедности. 10 тысяч проигрывают веге по золоту и по экспириенсу 7500. Нашли мага. Фанник будет пытаться разобрать мага. Карапаси провязал, ну и маг здесь разваливается. Фанник тут не сплоховал. Никс Ассасин делает одинокий фраг. И ещё глянем, сколько золота. 624 дают за мага теперь. И тысячу экспириенса. Ну и вот, пожалуйста, 2000 экспириенса за два неудачных мува от команды Вега Сквадрон. И по золоту тоже Na'Vi что-то должны, но отковырять. Ну тут на индивидуальном скилле выехали. Ну и я на бесстрашном, в принципе... Над бесстрашей, например, того же Хвоста. Один в четыре. Ну, свои плоды, конечно, это приносит. 31 тысяча. О, 31 минута, точнее, у нас сыгранная. 10 тысяч Вега, даже 9 выигрывают по золоту. 7500 по экспириенсу. Хвост перемещается у нас на топ-лейн. Будет пушить Т2. Гирокопер включил БКБ. РП школа Дэнди. И Фаник горит. И может догореть здесь. Фаник, нет, Фаник... Да, Фаник все-таки уходит. Здесь ульта от соло. Фаника не прощают. Фаника забрали. Арт-стайл. ТП-аут будет стараться сделать. Никакого ТП-аута. Дизрапшн. Ну и Паша разваливает у нас еще и Арт-стайла. Счет становится... Сема Заслайер, точнее, развалил его. Счет становится 21-12. В пользу команды Вега Сквадрон. Na'Vi забрали Т2. Да, это безусловный плюс для них. Но потеряли двух своих героев. Может быть, они не так ими дорожат, конечно, как Таварами. Тавара-то закончатся. И скоро убивать Na'Vi будет... Сносить, точнее, будет нечего. А вот героев, когда ты теряешь, даешь преимущество невероятное своим оппонентам. И чем позже ты их теряешь... Я говорю сейчас о часах. 32-ая минута у нас на них. Чем позже ты их теряешь, тем дороже это все стоит. Для тебя и для соперников. Ну и каждый фраг после 30-ой минуты, он уже важен. За него надо биться и отдавать его просто так никому нельзя. Пошел малый голем от хвоста. Веселиться. А голем тут, кстати, заканчивается. Не вечно будет существовать. Неужели хвост сейчас его использовал? Да, сейчас провязал доминатор. Зачем? Посмотреть, как нет Рошана. Кстати, вот-вот может появиться. Голем не уверен, что до него доживет. Хотя, может быть, полминуты еще будет жить голем. А Роха у нас будет секунд через 15. А ну-ка. Стоит чешет затылок. А ну-ка, бахни сверху. Нет, никакой полминуты. Да, тут я по часам не очень понял. Вот Рошан у нас через полторы минуты. Голем его не увидит. Голему конец нашел. Нашел, нашел, пришел. Если я стану 900-й в твоей группе, подгон будет? А ну-ка, а ну-ка, что там в группе? А у нас в группе уже 900, чувак. Извини. Извини, ты отъезжаешь. Извини. Ничего у тебя не получится. У нас 900 человек в группе. Подгон уже улетел. Я его себе забрал. Быстрее надо было чуть-чуть. Ну что, 800. 8000, точнее, Вега выиграют по золоту. 8000 выиграют по экспириенсу. Нави продолжают в этом файте в роли аутсайдеров выступать. 33-я минута. Кстати, чем дальше, тем лучше чувствует себя Паша. Паша покупает Акторин Кор. Вот Лешрак. Вот Паша достаточно современно выглядит с Акторин Кором. И Леший тут на самом деле непонятно, как его убивать. Под БКБ, под Акторин Кором отъедается Лешрак с огромной скоростью. И... Так, заслоили у нас Пашу. Сюда иди вообще. Говорит, Фаник сам уходит, конечно. Ну тут как не поднасрать-то сопернику. Убить-то, конечно, не убью. Но пешком тебя отправить отправлю. Померу просто. Пустили Пашу. Пашу, теперь через всю карту придется пешком ходить. Ну, чур, какая катка 80 минут? Успокойтесь. Никаких 80-минутных каток. Мне уже... Сердечко пошаливать начало с этими катками на 80 минут. 8000 вега-сквадрон, 7500. По экспириенсу графики замерли у нас на этой позиции. Хвоста разорвали. Точнее, все, что от хвоста сюда было делегировано. Отправился Сатир сюда маленький. Ну и Сатир, понятно, что на убой был отправлен хвостом. Знают прекрасно Нави, где находятся их оппоненты. Туда соваться, в принципе, явно лишнее. Нави сейчас бы выфармить. Все, забирают. Это Рошана. СФ поднимает у нас Айджис. Айф Скади уже для Ноуана есть. Есть БКБ. Кстати, так нормально. Такая плотная фигура у нас СФ. БКБ у него. Мека. У него есть Айф Скади. И, в принципе, 2300 хп. Попробуй убей у нас еще СФ. Ада и настреливает с руки СФ неплохо. Но этот амплуа мне больше нравится, чем, например, покупать себе кучу всяких сейвовых и вспомогательных артефактов для команды. А потом вдруг приобретать какой-то артефакт на дэмэдж. Например, криты. Нахрен бы они нужны были. И только потом собирать Скади. Нет, если идешь уже в силу, там, в ловкость, в интеллект, то будь добр сразу заканчивая эту линию гнуть, догинаю, и потом уже собирайся в бабочку, в дайдалус, во все, что подобает у нас серьезным СФ иметь. Команда Нави на Т2 выходит по мидлейну. В это время потеряли они Т2 собственный. Хвостом надо добивать Т2 и лететь. Еще минуточку. Мам, ну еще минуточку. Хвост у нас перемещается на нижний лайн. И, кстати, это может быть очень поздно. Хвоста у нас остановили. Никуда хвост не летит. Хвост. А помнишь ли ты, как С4 играл против тебя? Примерно так Мак у нас и поступил. Хвоста остановили. Пайт будет без него. Кстати, тут и Дэнди ничего так наваливает. У нас Грей пошел по Лешраку. Лешрак с Актеринкором начинает просто дико отбиваться. Лешрака все нормально. Не могут сбить хп у нас Лешраку. Вот БКБ Лешрак. Начинает разваливать теперь Тавра. Хвост летит. У хвоста все классно. У хвоста в жизни все великолепно. И это... Это та секундочка, которую хвост потратил на то, чтобы забрать Т2. Эта секундочка стоила целой линии команде Нави. А вместе с этой линией вполне может быть что и целой игры. Но тут... Явно лишнее. Теперь хвосту знаете, что остается с тем Дэмонетшем сделать? Так, если бы цензурно. Если бы цензурно, дособирать еще 500 голды и купить... Рапирую. Если не цензурно, то этот Дэмонетш на самом деле... В пропеллер гирокоптеру можно смело вставлять. Он бесполезный сам по себе. МКБ, например, тут не спасет. Мне кажется, 100% не спасет. Ну, хвост думает иначе. Окей. Ладно, ладно, ладно. Мое дело малое. Просто комментирую, что вижу. Давайте вообще тогда без аналитики. Санейка. Приобретает себе Глимеркейп у Фаника. Уже есть Форстаф, есть Блинк Даггер, есть Аркан Буци и Рингов Аквилла. Фаник немножко как-то свое экономическое положение исправил. У Дэнди тоже Форстаф, тоже Даггер. Так, что это такое? Два клона просто. Ну да, по сути, да. Что Дэнди еще надо бы? Дэнди Аквиллу, да, вместо Батлы. Приобрести бы. Гирокоптер. С МКБ у Гирокоптера есть Энжин Яша, Хелмов Доминатор. В БКБ и Фейсбуцы тоже есть для Гирокоптера. Но МКБшка, в принципе, нормальный дэмэдж даст хвосту. Главное, не подставляться и не сливаться, когда не нужно. Ну и Дезраптора, все уже. Есть деньги у Артстайла на приобретение Аганима. 12 тысяч по золоту выигрывают Вегас Квадрон. И готовы заходить теперь на нижний, на топ лейн. Нижний лайн они уже фактически спушили. Ноуана цепляют, ноуана есть, если что Аегис. Так что ничего страшного с ним не случится. Нави готовы. В принципе, под рассказ. Еще раз говорю, рассказ чудовищный у Нави. Главное, чтобы Дэнди собрался. И, не знаю, повезло, чтобы ему. Или как это вообще должно случиться. Но Дэнди не должно вести. У Дэнди руки самые прямые вообще в СНГ Доте. И тут так их искривило-то на этом матче. Ну, 80-минутная катка никого не прощает. Тут Дэнди немножко и покоробило. 12 тысяч Вегас Квадрон золота. 7500 экспириенс. У Магнуса появляется рефрешер орб. Если не с первого раза, так со второго. Правда, я беспокоюсь у монет Дэнди. А что это за мув был? Дэнди у нас спрыгнул на даггере вниз. И просто поднялся. У Дэнди что-то не так. Такое ощущение, что там действительно кот по клавиатуре ходит. У Дэнди. Жесть какую-то творить. Хвост Хоминг Миссил по магу провязал. Врываться-то, в принципе, смысла никакого. Так просто поиздеваться немножко над баками. Маг побежал. Батриасал провязал. Валить отсюда. Хукшот в кого-нибудь. Лети. Курьера. На тебе хвост. А ну-ка. А хвоста как шарахнуло, да? Не ожидал хвост. Могло быть и больнее на самом деле. Если бы это где-то в замесе было. Тут уже несчастный ржевой барак. Но сейчас ему, в принципе, распадаться. Будут ли Дэнди? Команды Нави его? Если не будут, то кто-то из крипов заберет. Нет, пока что барак стоит. Это барак, который смог. Такой стойкий барак. Как Обама прям. Санейка. С Глиммеркейпом. Есть у него, кстати, гемы. И тут Дивардингом, в принципе, пора бы Виверн заняться. С Дивижна у Нави-то и нет. Просто давайте посмотрим глазами Нави на эту карту. Да жуть вообще глазами Нави на эту карту смотреть. Нифига не видно. А теперь со стороны команды Вега Сквадрон. Та же история абсолютно. Вардов ни у кого нет. Ну и ладно, посмотрим нашими глазами. Тоже, в принципе, ничего хорошего не вижу в этом. Ну, Санейка немножко загулял. Кстати, далековато идет Санейка. И мне кажется, чем дольше он здесь стоит, тем больше шансов погрести здесь Санейка. Нет, Санейка у нас через Артик Бёрд. Побыстрее куда-то в кусты. И знал же Сёма, где у нас Санейка. Куда он летит, было понятно. Будет ли светить здесь Соло? Должен бы, в принципе, через Shadow Poison проверить, где Санейка. Задул бы и посмотрел. Ну, был шанс, что туда просто байт идет, и кто-то там изновей ждет уже своих оппонентов. Ну, игра что-то, мне кажется, где-то столько же еще будет идти. 42 минуты сыграли. Ну и что, даешь вторую игру на 80 минут, чтобы все просто осоловели здесь. 12 тысяч Вега выигрывают, и ХР выигрывали 12 тысяч. Потом все в ноль слили. И по экспириенсу Вега выигрывают 10. Если повторяется эта игра, то лучше скажите мне об этом сейчас, чтобы я написал какое-нибудь прощальное письмо хотя бы. Что, давайте по артефактам глянем. У Веги, в принципе, деньги-то льются, и деньги должны реализовываться в артефакты, да. И видим, что Шивас Гвард приобретает себе Паша. Есть у него Актерин Корр, есть у него БКБ, Бутсов Тревел и Бладстоун 17 зарядами. У Паши дела великолепно. Первый Нетворс на карте. Шадоу Финт в это время зарабатывает себе... Шадоу Финт зарабатывает в это время себе Дайдалус. Есть у него БКБ, Айо в Скаде был, Мека была, и ПТ для Нуана тоже было. И 2400 еще сверху. Для СФа, в принципе, самое время собраться в бабочку. Ну и на нижней лайн больше команда Вега не пытается соваться, да и незачем это делать, в принципе. Тут Тауэр от Сквозняка развалится. Ну по мидлейну тоже пока не рискует команда Вега. Они подошли здесь к хайграунду, потоптались немножко на топлейне и разошлись. Кто куда, все по своим позициям. Зарабатывать деньги дальше, чтобы попроще было убивать команду Нави. Ну у них есть преимущество сейчас по золоту. Причем ощутимое так, 14000 и по экспириенсу тоже есть преимущество. Надо бы реализовывать еще большее преимущество, то есть доверного. Есть такая практика, когда ты выигрываешь и чувствуешь себя сильнее, будь добр, обезопасься. Подстрахуй себя и всю свою команду. Нафармите артефакты, которые необходимы, чтобы если заходить уже, то заходить наверняка. Чтобы никакого камбэка даже в мыслях не было у команды соперника. Ну примерно к этому движется у нас Вега. Они понимают, что против Нави второго шанса выиграть у них не будет. На этом их противостояние против Нави заканчивается. И этот файт, в принципе, вообще эта игра важна для них. У них тоже ситуация незавидная. Они сыграли в ничью. Первый был не такая неприятная, как у Нави. И у Нави поражение есть, и они претендуют на ничью еще к плюсу к своему поражению. Вот. Не так все печально, как у HellRaisers, но и не так все плохо, как... Хотя нет, подождите. Если сейчас Вега вторую игру сливают, то как ХР они будут идентичны. Просто в турнирной таблице. Санейка у нас развалился. 12.23, Нави под смоком. А куда вы шли под смоком? У меня вопрос. Шли Нави под смоком. Говорят, давайте тут найдем кого-то, пофайтимся. Ну вы нашли кого-то, а где файт? Зачем вы шли туда? Я просто представляю, как кто-то артстайл, например, измельчает смок и говорит... Ребята, гоу в лес, гоу в лес. Сейчас кого-то найдем, сейчас кого-то найдем, сейчас кого-то найдем. И нашли кого-то, и... Говорят, Ваня, а что дальше делать, как бы? Куда деваться? Он говорит, я там... Ну, дальше план не продумал. Измельчает смоком. Идем в лес. Знаки вопроса. Профит. Профита не оказалось. С Нави потеряли Санейка, и теперь вынуждены еще раз попробовать. Да, но почему? Второй раз, наверное, получится. Первый раз ничего, в принципе, не показал. По-моему, очень даже рапная драка. Просто потеряли одного и в рассыпную, ну и второй раз, почему бы и нет. Запыхается команда Vega Squadron. Мы их уставших и развалим. 15 тысяч Вега уже выигрывает по золоту. По экспириенсу 14 тысяч для Vega Squadron. И, будем откровенны, Нави меня немножко бесит. А своей игрой смотрится это... Вообще не очень. Врыв пошел нас от Дэнди. По Ноуану. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Никуда, в принципе, Скьювер дает у нас Дэнди. Ноуана тут соло подсейвил. В Кинетик Филде стоит Ноуан. И под статик Штормом. И Грейв заканчивается. И Ноуана разваливается. И хвост у нас под Виверной. Под всей её помощью. Некоторое время жил. Ну и теперь Паша просто разваливает команду Нави. Фаник здесь должен догореть. Выталкивает себя Паша. Потому что знает, что будут карапаси. Но на этом всё не заканчивается. Трипл килл от Паши. Санейка. ТП аут отсюда. Вот они. Попробовали на вкус Нави. Чем... Какие тут Вега. Вега на самом деле очень неприятные для Нави в данной ситуации. Нави больше заработали по голде. Больше по экспириенсу. Но, опять же, это всё тревожный звонок для Нави. Это потому что они сейчас просирают 16 тысяч золота. И 15 тысяч экспириенс. И даже самый задрыбанный саппорт, которого они убьют. Да простит меня, Соло. Будет очень дорого стоить для команды Вега Сквадрон. Поэтому они забрали СФ и Дазла. И потирают руки. Ничего, по голде мы тут их обыграли в этом файте. Правда, Роха сейчас упадёт для команды Вега Сквадрон. И отвалится ещё Аегис для команды Вега. Кто его заберёт? Его заберёт лишь раз. Один раз нельзя было убить. Второй раз убить его не видится невозможным. Например, 21 заряд в Бладстоуне. 47 монопоинтов в секунду. Реген идёт. Ну и что? И печаль. Дальше хуже. 18 тысяч Вега выигрывает по золоту. 15 за экспириенс. Кстати, если кто тупит за Вега или ставил на ничью, например. Поздравляю. Мне кажется, Вега всё ближе у нас к победе в данном матче. Ну и к ничье с командой НАТО Свинцер. 148 минут сыграно. По голде НАВИ проигрывают 17. По экспириенсу 16. Тоже в пользу команды Вега Сквадрон. Но здесь надо Вега просто пойти, собраться вместе и додавить своих оппонентов. НАВИ вряд ли могут какой-то отпор серьёзный дать им. Хотя почему? Медведдемон крушит или бегает за хвостом? И хвост в панике от медведдемона просто. Отвали от меня. Ну и нормально. Урсу под молотки сейчас бросят. Бросят. И на этом, в принципе, всё противостояние НАВИ закончится. Правда, отставание НАВИ сейчас не такое уж и огромное, неотыгрываемое, скажем так. Нет, ничего такого нет. Но огромная проблема в том, что деньги сконцентрированы в Лешаке. Лешак 6-ти слотовый. Сильнее Лешак будет только когда Эйджис с него спадёт. И он купит вместо него Хекс. И тогда больше дэмэджа, больше всего для Лешака. Бесконечный пульс снова. Простоятая юзание всех скиллов. Кстати, скиллы 3 секунды, посмотрите здесь. КД и 6,5 на сплитосе от Лешака. Лешака у нас, кстати. Ух, как сильно Фаника наваливает по Лешему. Лешему 600 хп. Фаник сливает. Кстати, я и забыл. Здесь же Монобёрн чудеса творит от Фаника. Врыв от Фаника. А ну-ка твори чудеса, Фаник. Фаника выталкивает. Фаник у нас спускается вниз. Очень неудобно для Фаника. Форстаф наверх. Фаник сам уже вершитель своей судьбы. Ну и Пашу поймали. И в Дизрапшн прячет его Соло. В принципе, отхилить Пашу не проблема. Ну и Мона, естественно, тоже отрегенится. Но сам факт, что Вега тут немного огребли. Могут получить и дальше. Дальше полетела у нас... Полетела ракета еще дальше. И Дэнди не может провязать второй РФ. Потому что у Дэнди нет просто маны на этот второй РФ. И сливается уже хвост у нас по хп. Ноуан на лоу хп. Ноуан развалился. Дэнди, иди ману заработай. Зачем ты здесь топчешься? СФа забрали. Но потеряли хвоста. И потеряли у нас... Также Форсира. Потеряли Дизраптора. Дэнди готов, в принципе, юзать у нас... Риверс Полярити. Было бы кого? Промазывает Дэнди Скьюера. Забирают у нас в это время Мага. Ну и 2 в 2 файт. Протекает 16-28 счет. Нави тут потеряли много за счет байбеков. По хп вроде как в плюсе. Остались. Но что делать на Вям теперь? Толком и не ясно. Они... Без байбеков надо идти давить хвост. С этим МКБ ну не тащит. Просто. Просто не тащит. МКБ не решает здесь совершенно. С другой стороны Рапиру купить хвосту, например. Ну БКБ есть. То есть в Мага упрешься, ничего страшного. Криты собрал себе хвост. Сейчас взглянем сколько. 1100. Неплохо. Ну что у Нави? Вообще по артефактам. Что в перспективе могло бы интересного появиться. Для Винтера и Виверн хотя бы что-нибудь должно появиться. Это раз. Для Фаника. В принципе всего достаточно. Аганим есть. Кстати. А что Аганим? Аганим... Без потери... Вот что Аганим дает Фанику. Фаник. Да, точно. Точно. Фаник у нас теперь из-под земли может делать крутые. И он показал насколько крутые может делать штуки. Такое ощущение, что Фаник первый раз его провязал. Просто проверить как это работает. Фаник закопается теперь поудобней. И будет раздавать импейлы на половину карты. Попробую подойти кстати к Фанику. Хекс появляется у нас на Лешака. На Лешаке. Паша. В принципе все. Шестислотовый. Эджис спал с Лешака. Такого ни на что не разменяли по-моему игроки команды Вега Сквадрон. Ну и 52-53 минута у нас на карте. 20 лишним выигрывает Вега Сквадрон. По экспириенсу 15 тысяч тоже выигрывает коллектив Вега Сквадрон. Хвост с критами. Пропрет, не пропрет. Такая относительная фигня. Если бы это была Рапира, то точно проперла бы. Или не проперла бы. Если бы хвоста например остановили и убили. Но если хвоста и сейчас убьют. Будь то просто криты. Это и так будет ГГ для команды Нави. Байбека у хвоста нет. И тут Паша снесет все к ядрене и фене за 3 секунды. Ну и собираются вместе игроки команды Вега Сквадрон. Произвали смоук. Кто будет врываться первым? СФу нельзя. Маг скорее всего, да. Через нижний лайн заходит у нас Маг. Маг увидел хвоста. Ну-ка хукшот. Точный хвоста. Хвоста сразу же выталкивает. Ну и это счастье хвоста, что в команде такие серьезные ребята есть. Коминг Месил полетел у нас в Мага. Ульта пошла от Дэнди. У Дэнди есть. Рефрешер орб хватает маны на РП. Нормальный РП от Дэнди. Ноуан развалился. И Пашу можно убить. Пашу тоже убивают. Минус 3 делает команда Нави. И тут деньжищ привалила Нави. 5700 по золоту. 7800 по экспириенсу. 11 тысяч дэмэджа, кстати, нанесли. Нави наконец-то Дэнди тут рожал, рожал. И таки родил два классных РП. И маны на все хватило. И удачно оба РП от мидлейнера команды Нави. Ну и хвост тут тоже не оплошал. Да, он подстрял, конечно, под мага. Но были рядом ребята, которые могли вытолкнуть. Фаник тоже не сплоховал. Все, короче говоря, удачно. В итоге по голде Нави отыгрывают 6000. По экспириенсу отыгрывают. Ну с 20-ки до 10-ки. Где-то 1800, да, по-моему, отыграли. Ну и есть вариант хотя бы как-то голову поднять и плечи расправить Нави. Потому что... Ну сильно они отхватывали. Очень сильно. И так по щам, конечно, не каждый может... Не каждый чемпион может наполучать. 55-ая минута. Вега Складрон выигрывает 23 тысячи. Но я вам точно говорю, когда спустится до 15-ти, до 12-ти, наверное, тысяч... Преимущество Вега. Если они еще раз так сольются, то... Молодые там точно с ума сойдут в составе команды Вега Складрон и начнут ошибаться. Или задергается команда Вега Складрон, а это Нави только и надо. Понятное дело, что они, конечно... Как это? Как это? Постоянно там комментаторы в серьезном спорте привозят эту метафору. Но она имеет смысл быть. Это вот, знаете, как какой-то раненый серьезный хищник. Который на самом деле делает вид, что он абсолютно архитичный. Сейчас ему, собственно, конец придет. Но ты только подойди. Он перед смертью тебя так шарахнет, что, наверное, с собой заберет. И у Нави та же история. Нави сейчас, кстати, где-то на грани отсутствия на Интернешнл или пятом. Сейчас им надо дать еще одну карту. И там уже хрен знает, что их ждет. То есть из шести матчей 50% поражений это не результат для команды, которая собралась выигрывать квалификации. 15 тысяч Вега выигрывает по золоту. По экспириенсу Вега выиграют всего лишь 7. Они потеряли десятку по экспириенсу. Даже больше. Даже больше. Но Нави ждут на своем хэкграунде. Они понимают, что здесь географические преимущества есть для них. С ХГ всегда легче встречать соперника. И Вега Сквадрон не совсем понятно, как входить на хайграунд. Клокверк уже зашел один раз. Ничего хорошего для мага не случилось в этом файте. Давайте на Этворд смотреть. Лешрак там уже за тридцатку перевалил. Да, так и есть. Паша у нас уже 31 тысячу насобирал. И некуда тратить деньги. Ну, Бутс оф Тревел можно прогрейдить. Тогда не будет денег на байбэк у нас у Паши. Он ему нужен. Он оставит деньги на байбэк. Байбэк в случае, если умирает Паша, у него много зарядов в Бладстоуне, то в скором времени вернется файт. У Клокверка появляется Аганим. Есть Форстаф, есть Блэйдмейл, есть БКБ. У СФа Сатанник. Дайдалус мы это видели. Ну и Номана ничего больше. Ну, Скади, да. Конечно, я имею в виду, ничего нового не появилось. У Шадоу Демона, которым играет Соло Форстаф, Геосептер и Владмер. На всякий случай для своих тиммейтов. Ну и Даззл с БКБ. И у Даззла есть Пойнт Бустер. Роха падает опять для команды Вегас Квадрон. Нави стесняется спускаться с хайграунда. Потому что на лоуграунде Нави точно капец. Их тут ничего толком не спасет. Здесь есть преимущество. Здесь они, в принципе, дома. Дома вот в данном случае география им очень сильно помогает. Потому что пока команда Вегас Квадрон заходит на хг, у Дэнди есть вариант осмотреться, есть вариант выбрать позицию получше, дать РП по возможности, конечно, в пятерых. Но не в пятерых, так в четверых. Потом повторить. Тут надо разбить команду Вега на части и попытаться по частям ее развалить. Будем смотреть. Соло в Дизрапшн до сайта у нас СФ. СФ пойдет просто тут Тавар добивать. Кстати, неплохо получается Фаник тут из блиндажа просто. Подкопал у нас СФ, а возвращайся назад. У Артстайла уже есть Аганим. 57-ая минута. Ой, как запахло здесь ХРами. Опять у нас от Фаника должен быть подкоп. Нет, все-таки теряют у нас Тавар. И иллюзии СФ, которыми управлял Соло, развалили Тавар. Т1, Т3 точнее, на мидлейне. Больше нет. Никс Ассасин ждет с импейлом. Готов. Ну, заходите, заходите. Че, че, че вы топчетесь тут? Фаник поближе немножко подошел. Вдруг повезет. Кстати, РП от Дэнди. РП в двоих. И притаскивает он сюда Пашу. Если Пашу развалит, СФ не боец. Кстати, к шторме стоит Паша. Если успеет закончиться Паша, то будет, конечно, для Нави великолепно. Развалили Пашу. Минус Паша, минус Мах. Потеряли Артстайлом. Артстайл, в принципе, с этих Шторм вкастовал. И может, в принципе, быть свободен. Ну и Соло, скорее всего, тоже в таверну. Хоминг миссил в него. Ноуан под БКБ. Байбек от Лешрака. Лешрак уже сюда прилетает. И... РП-шек-то нету. РП-шек у команды Нави нет. Есть рефрешерор для Дэнди. Юзай. Юзай, врывайся. И думать нехрен здесь. Пашу подстопили. На Скьюри просто завозит на хайграунд. РП от Дэнди. Будет или нет? Маны нет у Дэнди. И это главная проблема Дэнди. Была бы мана, РП был бы. Дэмэджа не нанес вообще бы здесь Паша. Хвост дальше на Ноуана. А зачем? Просто посмотреть вообще на Ноуана. И Ноуана, кстати, неплохо дамажит. РП отменяет Дэнди. Есть даггер. РП пошло у нас от Дэнди. Но из Кьюера нет. И никуда бьет у нас ракета. Хвоста, кстати, прячет Ноуана у нас еще и в Дизрапшн Соло. Но тут Вега просто посыпались. И Хвост начинает Соло против Ноуана сражаться. Еще один удар. Ноуана раскайтят. Просто серьезные взрослые дядьки. Избили мальца и... Ноуана раскайтили. Втроем сливается команда Вега Скалорон. Сейчас мы посмотрим на графики. И там у Вега просто конец игры начнется. СФ разультился на хайграунде. Зачем? Я не понял. Не, ну а вдруг? Вдруг кто-то идет. Вдруг кто-то подходит. СФ, а тут нервы не к черту уже. Ой, как больно команде Вега Скадрон. И тут на самом деле морально больно. И вот то, о чем я говорил. Одна тысяч... Одна. Десять тысяч. Тут уже такая минута, что как одна смотрится. С 25 до 10 скатывается команда Вега Скадрон. И по экспириенсу с двадцатки они до трех падают. И теперь для команды Вега начинается просто моральное мучение. Теперь они будут бояться заходить на хайграунд. Теперь им будет неуютно в файтах против Na'Vi. Теперь у Na'Vi еще и артефакты появляются. Даже если бы не появлялись артефакты, страх перед появившимся артефактами был бы огромным. Когда ты теряешь такое преимущество, ты начинаешь дергаться. И Dota это не футбол. То есть в футболе два забил, например, когда 4-0 проигрывал. И не факт. Забьешь ты два, не забьешь. Здесь забьешь точно. Если отыграл 10, отыграешь и 20. То есть графики движутся. Динамика в пользу команды Na'Vi. А Dota это игра динамика. Куда идут графики, тот сильнее. В какую сторону они повернуты, тот сильнее. Сейчас Na'Vi проигрывает десятку. На 62-й минуте это вообще не решает. У них нет одной стороны. На 62-й минуте это вообще не решает. За них играет Фаник, днище. И на 62-й минуте это вообще не решает. Нет, я жучу. Фаник, конечно, сильное звено команды Na'Vi. Это так просто. Хвост. 3 500 имеет уже на руках. У Хвоста, в принципе, все. 6 слотов. Хвосту можно продавать с Энжин Яшу и покупать серьезный артефакт. Например, у F-Scaddy. В F-Scaddy ни у кого нет, да? У команды Na'Vi. А у Хвоста будет. У Фаника появляется Soul Booster. Кстати, куда? В Актеринкор, что ли? Ну да, скорее всего. Скорее всего. Бладстон вряд ли у нас у Фаника появится. Soul Booster для Фаника. Это КД на важных скиллах. Это хороший отхил от демеджа, который наносит. То есть Фаник реально серьезно отъестся, если Манобёрд запулит, например, в Лешака. Тут уже надо думать, действительно, о команде Vega Squadron. Что делать со своими оппонентами и как из этой ситуации выбираться. Ну и посмотрите на Vega. Просто оцените. Тут не сказать, что Vega там сильно пухнет. Просто оцените ужас этой ситуации. Теперь Vega думает, что может мы где-то что-то недоформили. Давайте Дазла отправим в лесу поформить еще. Ну все, они разворачиваются и уходят. Это вот как ты выигрываешь, 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 выигрываешь. А потом подходишь и понимаешь, что все, что ты формил, все в принципе впустую, потому что тебя разваливают. И вот я посмотрел на действия Сёмы. Сёма пошел там кого-то стакать или просто по лесу пройтись. Может завардить. То есть какие-то мувы, которые имеют смысл быть, когда ты просто наращиваешь свое преимущество. Когда у тебя идет там экономический какой-то рост. А теперь Сёма гуляет у нас по лесу. И знаете, я же говорю, это такая ахинейная ситуация. Может нам что-то не хватает. Может нам надо 200 голды дофармить. Не надо уже ничего дофармить, ребят. Надо писать ГГ и расходиться по-быстрому. Потому что уже начало второго, и эта катка на 64 минуты затянулась. И могла закончиться за 25. Не закончилось. 9000 выигрывает Вега по золоту. По экспириенсу они потеряли всё. 20-ку фактически слили по экспе. Ну что, Na'Vi теперь уже могли бы и наступать. Но тоже ждут, потому что сильно получили. Na'Vi понимает цену ошибки. Сейчас ошибиться, это значит... Это значит всё потерять. И No'One, вот он, вот он No'One. Вот где хвост зачесался. Вот где хвост находится. Хвост у нас за Вега Сквадрон играет под ником No'One. Потому что Shadow Fiend будет собирать единственный важный для него сейчас артефакт. Главное, курьера туда не посылай. Да что ж ты за человек-то такой. Нет, не отправили туда курьера. No'One должен покупать... Я думаю, вы понимаете, что вряд ли это будет МКБ. Иначе МКБ уже был бы на No'One. МКБ не будет. Это будет рапира. Главное добраться на No'One. И пусть он доберётся. И пусть он купит свою рапиру. И это будет правильно и честно. Если Na'Vi тут рапирами выигрывали, то и... Ой, как ворвался МАГ. Просто разрезал пополам команду Na'Vi. Врыв в Артстайла. Отставил под Глимеркейпом. Артстайл здесь умирает от МАГа. Где SF? SF у нас дерётся против Хвоста и против Санейка. Санейка умирает. И хвост у нас рассыпается. И No'One уже может без рапиры идти спокойно драться дальше МАГ, дальше за Дэнди. И вот он опыт МАГа. Ну и Дэнди у нас с РПшкой. Юзай РПшку и улетай отсюда, Дэнди. У Дэнди есть БКБ, но Магнус не может его провести. А стоило бы. Минус 3 делает Паша в этом файте. Na'Vi теряет 4 героев. Есть байбэк у Хвоста. Есть байбэк у Дэнди. Есть байбэк у Фаника. По итогам файта 3.300 заработали Вега. 5.100 по экспириенсу тоже не заработали. Безответные 4 фрага. Тут SF просто силой характера, на самом деле, задавил Na'Vi. Купил себе Дэнди и был уверен, что будет рапирой, как последняя попытка что-то сделать в Веге в агоне. Нет, SF купил себе Дэнди, пусть пока что будет. У SF есть деньги на байбэк, пока с одним Дэнди. Заходят на топ лейн. На хайграунд, точнее, игроки команды Вега-Сквадрон. Соло уже гуляет по вражескому хайграунду. Соло ничего не боится. Глимцует Соло назад. А стоило бы Соло хотя бы чего-то бояться дизрапшин. Сам в себя юзает Соло. Ловит ракету Соло под грейбом. Врывается у нас маг. Соло дает ульту у нас в хвостах. Хвост под флэгкеноном. Соло живет до сих пор под геосцептром. Какой шарящий этот Соло. Виверна у нас умерла, а все остальные живы. И здесь уже Лешрак на хайграунде. Дэнди юзает РПшку в Лешрака. Есть, кстати, к шторму под ноги Лешраку. Лешрак сильно у нас по ХП горит. Фанник добил бы Лешрака. Не получилось. Лешрака 200 ХП. Лешрак здесь отъестся. Фанник у нас на собственном фонтане уже сидит просто в... Как это хрень называется? Короче, зарылся в землю у нас Фанник. Ноуана будут разбирать грейб на Ноуана. И Ноуана сейчас еще и в ответ будет настреливать. Неплохо, так? Ноуана бы чем-нибудь завалить. Ну и не убивают никого из состава команды Вега Сквадрон. И хвост полетел дальше. У хвоста через 5 секунд будет коллдаун. Вот сюда бы с агонимом коллдаун хвосту. Зарядить нет. Так не получилось. За Ноуаном летит ракета. Ракету убивают. Нави теряют двух героев. Байбеки были проюзаны. Проюзал его Дэнди. И проюзал его хвост. Байбека, Фуна, Винета. Теперь хвосту надо Рапиру собирать. Продавать Сен-Жин-Яшу. Сколько там эта дрянь стоит? Порядка 2000, да? На продажу. 2050. Это у тебя будет 6400. И за 6400 ты можешь купить Рапиру. Хвосту надо это сделать. Но второго варианта не будет. Байбеков нет. Вега Сквадрон не слезет с команды Нави. Они опять выигрывают 16 тысяч по золоту. Они опять выигрывают по экспириенсу 6000. Вега будут здесь. И Вега будут здесь очень скоро. Последняя линия для Нави. Либо сейчас, либо никогда. Есть БКБ. Продавай Сен-Жин-Яшу. Покупай Рапиру. Все, полетел Курьер. Куда он полетел, вы меня спросите? Я сказал уже. Винтер Виверн. У меня тоже такая штука выпала. Что у нас будет в Виверне? А ну-ка. А ну-ка. Хвост богатенький. Хвост покупает себе Рапиру. Полетела Рапира к Фасту. Ну и теперь файт будет более-менее серьезным. СФ у нас без Рапира. А вот СФ у нас сплоховал. СФ купил себе МКБ. Против кого? Да не против кого. Ни у кого нет у нас Баттерфляй. А Баттерфляй, а СФ тут немножко подсыкнул слегка. Как бы это ни обернулось плохо для команды Вегас Квадрон. Ну что, Хвост? Давай, тряхни стариной. Хвост на гирокоптере с Рапирой. Что-то удивительное разве? Ой, не может быть. Спектру МДОТа видит, что у Хвоста есть Рапира. Ну давайте я покажу. Вражеского Хвоста. А я не могу. А я не могу. Это какой-то лох. Может, я не могу. Ай, обидно как. Ну все, готовы. Команда Нави встречает своих соперников. Хвост стоит первый. Хвоста есть БКБ. Хвоста есть Сатаник. Хвоста есть Рапира. Об этом должны знать игроки коллектива Вегас Квадрон. Но не нападать для них нет вариантов в принципе. 69, даже 70. 70-я минута у нас на карте. Повторяется игра против ХРов. Правда, здесь недолго ей осталось. Рапира обычно очень сильно ускоряет процесс. Либо мы вас, либо вы нас. Хвост на Ноуана. Пошел у нас РП от Дэнди. Дэнди всех привозит. Статик Шторм. В Кинетик Филде стоит вся команда. Вот она комбинация. Еще один РП от Дэнди. Колдаун по всем. Ноуан. До свидания. До свидания. Шадоу Демон. До свидания. Вся команда Вегас Квадрон. Вот это дяди разозлились. Никто из состава Нави в файте не умирает. Вся команда Вегас Квадрон, вся. Соло выкупился. На кой хер вообще непонятно. Нави 5 в 0, даже 6 в 0 делают. 8 в 100 зарабатывают по золоту. И 10 в 600 зарабатывают по экспириенсу. Это то, к чему Нави шли все 70 минут. И на 70 минуте просто фиаско команды Вегас Квадрон там полопалось. Если можно было под ними. На Вега, конечно, такого приема сладкого точно не ожидали. И наконец-то у Нави сработала комба. Охренеть просто. Ну и Соло подал пример. Вполне себе такой корректный пример. Байбэк и пуш еще раз. Если не пойдет, пока нет ультов у Дэнди, то не пойдет в принципе. Фанник заходит у нас на лоу граунд. Хвост начинает настреливать по Оноуану. Ну, кстати, очень сильно Хвост у нас огребает. Ну и здесь Вега могут волевой, конечно, камбэк реализовать. А им надо. Дэнди у нас выходит из файта. Где Хвост? Хвост, ты доберись ты, господи, Хвост. Хвост у нас на лоу граунд спускается. Хвост убивает у нас Лешака. Глимсует назад Соло. Мак. Получи флэк Кенон. Мак в таверну. В таверну Соло. В таверну Паша. Где, кстати, Мак? Мак куда-то там ушел еще. Хвост юзает БКБ и Хвост юзает Сатаник. И против Ноуана. И минус Ноуан. И Мак уходит отсюда. И просто печально машет ручкой победы в этом матче. Ну что? Тут, конечно, с 187% вероятностью. Нави выиграли эту катку. Потому что смотрим на байбеки. И байбеков у команды Вега вообще нет. Ни у кого тут. Либо на крысу. Мог бы какой-нибудь Адмирал Бульдог запушить. Если бы хотя бы был живой. Нет Адмирала Бульдога в составе команды Вега Сквадрон. И пушить на крысу некому. Сёма за Слеер. Иди хвосту наваляй в Соло. Ну тут от неопытности 100%. Вега Сквадрон не ожидали. А Нави решили попробовать, как у них уже неоднократно получалось. На всякий случай, чё бы и нет. Против серьезных команд получалось. Против Тонг-Фу получалось. С пуджами и прочим. Почему бы у нас против Вега Сквадрон не получалось? Одна несчастная рапира на хвосте. И наконец-то вся команда Нави. Ух, аж говорить сложно. Ну и пошел заход от Нави на Роху. Ну что? Это, конечно, победа реально волевая от Нави. Это не... Ну, назвать не волевой победой, язык не поворачивается. Если это, конечно, победа. Подождите, еще не конец все-таки матча. Ну и Сэпа не будет. Это главная ударная сила. Сэп главный тут ДДшник. Паша уже как-то и не очень смотрится. Врывается у нас маг. Врывается на Дэнди. Хвост не подходит близко. Хвост юзает БКБ. Настрелял магу. Минус маг. Ну и привозит корм сюда Дэнди в виде Паши. Хвост без Сатаника, кстати. Хвоста прячут в дизрапшен. Сейчас хвост сам себе лицо оторвет. Забирают у нас Лешака. Хвост под под сейвом Отсанейка. Но лан через 18 секунд. Хвост месит у нас бараки. На лоу ХП Артстайл. Артстайл может и умереть. 60 ХП Артстайл в таверну. Хвост. 800 ХП для него. По чуть-чуть, по кусочку. Хвоста пытаются оторвать. Хвост спушил уже Т4. СФ выходит. Но СФ, вся надежда на тебя. В дизрапшен еще раз прячет у нас Соло. Хвоста хвост на лоу ХП. Сейчас потеряет рапиру хвост. Рапира на земле лежит. Ноуан. Подбирай рапиру. Выбрасывай кидрень и фене. Все. Забирает рапиру у нас ноуан. Нави сразу же байбэк и сюда файтится. Какого хрена вообще? В 2 часа ночи. Вы нормальные? Вот это я понимаю 80 минут катки. Под конец тут разбудили. Ноуан. Пошел драться. И фаник просто у нас убирает ноуана из игры. И Дэнди в него юзает РП. Выпадает рапира. И команда Вега эту катку проигрывает. Тут, конечно, Нави додавили. Они все-таки не зеленые ребята. Они ребята с опытом. Ребята серьезные. И в этой игре было все. Все. Была 70-минутная напряженка. Было, конечно, и тухленько местами. Но где поорать, к счастью, было. Были моменты. Ну и Санэйка там по кругу просто летает. И верно вообще у нас без печали абсолютно. А что? Пропасть там под ногами. Ну он летучий герой. Летает просто над пропастью. Наблюдает. Плюет в колодец. Поздравляем команду Натус Винсер. Они выигрывают вторую игру против команды Вега Сквадрон. Они зарабатывают 2 поинта в этом противостоянии Best of 2. То есть для них теперь 2 победы. 4 очка получается фактически. И одно поражение против London Conspiracy. Шансы на выход из группы на квалах остаются. Na'Vi все еще не теряют шансы на выход в основную часть International. Основную часть I5. С призовым фондом даже не буду произносить вслух эти цифры. Я гуманитарий. Ну что, друзья, огромное спасибо, что были со мной и в этот вечер. И вообще целый день сегодня у нас заканчивается 13-часовой эфир. Не забывайте, перед выходом, перед тем, как пойдете спать, нажать фоллоу на нашем канале на Твиче. Буду весьма вам признателен и благодарен. Можете делать это на платной основе. Можете делать на бесплатной. Можете наполовину заплатить. Можете вообще не платить. Просто подписывайтесь, оставайтесь с нами. Буду рад вас видеть. Ну и в группу ВКонтакте, конечно, заходите, если хотите общаться. Все это через личные сообщения. В ВК я там являюсь администратором. Все ссылки у нас под Твичом. Еще раз повторюсь, это очень важно для нас. Нажмите фоллоу перед выходом. Сделайте нам добро. Мы будем стараться сделать максимально комфортные все трансляции. Ну и завтра, начиная с часу дня, жду вас на трансляциях. Это была студия Игрокам ТВ. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся.